Всем привет! Это мой небольшой обзор новой читалкой от Amazon, Kindle Touch. Как вы видите, пропали все физические кнопки. Слева, справа. Теперь сенсорный экран. Единственная кнопка – это переход на домашнюю страницу. С нижней стороны вы можете видеть макро-USB выход, 3,5 мм для наушников и кнопка питания. Так, у меня в руках Wi-Fi-версия без 3G с рекламой. Так выглядит реклама на домашней странице. Так, включаем устройство. Снизу вы также можете видеть рекламный баннер. Небольшой, скажем так, не мешающий каким-либо функциям. Вот все мои книги. Я покажу вам две книги. Одну в PDF, другую в эту же книгу, конвертированную в Kindle Format с помощью приложения Calibri. Итак, PDF. Как вы видите, текст довольно маленький, мелкий. Достаточно сложно читать. Присутствует функция увеличения, двойным нажатием немного увеличивается. Стало немного лучше, но все равно читать довольно сложно. При прочтении PDF нет почти никаких опций, только управление плеером, о котором расскажу чуть позже. Так, перейдем на домашнюю страницу. Теперь откроем эту же книгу, только в конвертированную в формат Mobi. Так, эта же книга. Как вы видите, текст намного крупнее. Членораздельно все. Форматирование иногда, конечно, теряется. Немного становится хуже при конверсировании, но зато читать намного удобнее. Листаем вправо нажатием на большую зону экрана. В правой части, скажем так, она более большая, так как большинство из нас читают слева направо. И нажатием на левую сторону экрана мы можем листать назад. Листается очень быстро. Каждые 6 страниц происходит полная заливка черным для избавления от возможных артефактов. Вот сейчас она была. При нажатии на верхнюю часть мы вызываем меню. Для формата Mobi мы можем менять размер Shift, расстояние между строками и так далее. Сенсорный экран довольно отзывчив, приятно, удобно. Все работает без каких-либо претензий. Плеер. Так, перейдем в домашнюю страницу. Через меню можно получить доступ к экспериментальным функциям, в которых и находятся веб-браузер и MP3-плеер. MP3-плеер мы уже немного видели. Покажу веб-браузер. Не супер быстро, но довольно приемлемо, скажем так. Соответственно, в таком виде, конечно же, читать невозможно. Но присутствует очень приятная функция Pinch to Zoom. То есть, двумя пальцами можем таким образом увеличить до нужного нам размера. Скажем так, выглядит страшно в процессе увеличения, но потом довольно читаемо. Вот, скажем так, в таком виде уже и можно читать. Русский текст. Все замечательно работает. Сейчас я поменяю обратно. Пожалуйста. Все замечательно, четко, красиво. Все листается. Вот так. Это был мой небольшой обзор Amazon Kindle Touch. Если есть какие-то вопросы, комментарии, пожалуйста. Спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok